В эфире Первого Балтийского канала информационный блок Доброе утро, Таллин. 6 мая по всей стране пройдут талоки, приуроченные к Дню полезных дел сделаем. Регистрация талок уже началась, а регистрация участников начнется в начале апреля. Более подробно на эту тему мы побеседуем с нашей сегодняшней гостьей, координатором Дня полезных дел сделаем Татьяной Лавровой. Таня, доброе утро. Доброе утро. Ну для начала расскажи, пожалуйста, о главной теме Дня полезных дел сделаем. Она звучит как «будь готов». «Будь готов» как к 100-летнему юбилею Эстонской Республики, который мы отмечаем в следующем году, так и «будь готов» к стихийным бедствиям. Оказывается, на нашу страну время от времени обрушиваются стихийные ненасти, бедствия. И оказывается, как сообщает Департамент спасения, часто люди могут сидеть без света, без электричества, без воды, несколько суток ждать спасателей. И если какие-то будут более крупные стихийные бедствия, тогда до 7 дней можно дожидаться спасателей. Потому что в зоне риска будет очень много людей находиться, и ко всем одновременно не успеют добраться те самые спасатели. И вот поэтому в этом году мы хотим обратить внимание на то, чтобы каждый житель страны смог себя обезопасить, смог в том числе посмотреть по сторонам, оглянуться, все ли у него в порядке, готовы ли к случаю чего провизия, специальные различные средства. И мы каждый год вкладываем в стартовые наборы для всех организаторов полезных дел, ретолог, вкладываем, собираем стартовые наборы и вкладываем в них аптечку, перчатки, конфеты, различные памятки, инструкции. И в этом году мы туда вложили вот как раз-таки на тему «Будь готов». Два таких новшества у нас есть. Первое — это фонарь, он же радио, который работает без батареек, и который может здорово помочь в случае, если, скажем, не будет электричества, нужно будет получать оперативную информацию. Это такое символическое напоминание всем о том, что пора проверить свое оснащение, снаряжение, смогут ли, если что, люди высидеть и дождаться безопасности. А второе — это мачтовый вымпел длиной 2 метра. И вот это как раз-таки символизирует другую сторону медали на тему «Будь готов». Праздник. Можно в том числе подумать не только о благоустройстве. Обычно же у нас день полезных дел — это ни в коем случае не только день уборки. Это как минимум 10 категорий различных видов работ, которые можно выполнить, которые могут быть полезны. И вот в том числе в этом году можно привести в порядок площадки, на которых можно установить флагшток, площадки, на которых можно провести празднества, различные песни, танцы и так далее, гриль можно на которых в том числе пожарить. И вот этот флагшток можно, этот самый мачтовый вымпел, повесить, и он будет круглый год радовать глаз. Здесь вот есть символика. Символик — это праздничная программа Истанской Республики 100. Такой вот логотип у нее. Вот такие вот новшества у нас в этом году. В прошлом году было зарегистрировано порядка 2000 толок. В этом году уже зарегистрировано 280 толок. Ожидается побитие рекорда? С каждым годом у нас количество толок все больше, выше и лучше. И в этом году мы, конечно, надеемся, ну каждый год мы надеемся, что их будет еще больше. Хочется, чтобы было больше участников. Надеемся, верим. И вообще мне кажется, что с каждым годом действительно все больше и больше людей принимают участие в этом празднике. Не все регистрируются. Почему я говорю праздник? Потому что, ну а как иначе это назвать? Когда люди вместе собираются, они вместе какую-то важную работу выполняют. Не для галочки, а для себя, по зову души, сердца. А потом они празднуют вместе. Кто в баню отправляется, кто песни поет под гитару, кто просто там где-то на квартире отдыхает хорошо с друзьями, пирует, что вот сделано наконец-то. Гараж разобрали, детям помогли. Ходили в питомник для животных, там тут что-то полезное сделали. К слову сказать, нужно отметить, что День полезных дел сделаем, это не только уборка каких-то территорий, это довольно-таки широкий спектр. Да, у нас, как я уже говорила, 10 категорий есть видов работ. Можно принимать участие в мероприятиях по озеленению, по восстановлению. Объекты, находящиеся под охраной, принимают участников, очень рады. Музеи, такие как, скажем, Рокальмара музей, ждут тоже помощников. Приюты для животных, дома престарелых, детские образовательные учреждения, школы, детские сады тоже приглашают на помощь. Таня, скажи, пожалуйста, где вот всю эту информацию можно подчеркнуть? На сайте tmara.ee на русском языке можно узнать, как организовать свою толоку, что нужно для этого сделать, куда обращаться. И хочется напомнить также, что за вывоз мусора наша команда не отвечает, но мы подоставляем исчерпывающую информацию, куда следует обратиться, если ваша толока связана с вывозом мусора. Там же можно и зарегистрироваться. Да, конечно. Спасибо, Таня, успехов. Спасибо. Информационный блок «Добрый утратальный» подошел к самозавершению. Напоминаю, что у нас в гостях была координатор Дня полезных дел. Сделаем Татьяна Лаврова.